Девочки дорогие, здравствуйте! Сегодня я вам показываю, опять же, баклажаны. У меня сериал про баклажаны. И эти баклажаны называются «Баклажаны по-быстрому». Как я их буду готовить? Готовить я их буду следующим образом. Я их буду варить. Девочки, они очень быстро готовятся. Я уже 3 года, наверное, готовила баклажаны по этому рецепту. Но я хочу сказать, я готовила их в 2-литровых банках. Но сейчас мы с мужем вдвоем, поэтому 2-литровую банку за раз мы не съедаем. И я начинаю выдумывать, что из них, куда и как. А вообще, как они готовятся? Я их варю, потом, значит, я их достаю, вот, когда, по мере надобности. И что с ними можно сделать? Они будут вареные. Их можно будет порезать на кружочки. Положить сверху помидорку с чесноком. Положить сверху морковь, тертую с сыром, например, с чесноком, с майонезом. Ну, все, что угодно. Можно также взять, порезать на кубики, замариновать лук. Положить туда лук. Значит, эти баклажаны будут кубиками. И масло подсолнечное. Тоже нормально. С картошечкой вообще зашибись, честно сказать. В общем, все, что угодно можно приготовить. Я пыталась несколько раз заморозить баклажаны. Хочу вам сказать, мне не понравились. Ну, вообще, как-то, знаете, если рагу еще готовишь, там, или с мясом, еще пойдет. А так, как просто пожарить их потом, мне не понравились. Поэтому я заготавливаю именно так. Что я сделала? Я поставила 4,5 литра воды. Я ее вскипятила. Сейчас я взяла вот такие баклажанчики. У меня будут литровые банки. Но они сварятся. Я думаю, они у меня уместятся. Я первый раз делаю в литровых банках. Тоже побольше всегда старалась приготовить. Ну, нереально нам съесть сразу 2 литра. Поэтому я вот вам и говорю, что я вот так в этом году решила. И заодно и вам показать. У меня даже еще прошлогодняя банка стоит. Этих баклажан 2-х литровая в погребе. Так, сейчас что я делаю? Даже не знаю, поскольку у меня баклажанчиков туда войдет. Вот это обычно, знаете, когда хорошо делать? Когда уже там соберешь урожай. Я вот, кстати, у меня покупные баклажаны. И вот мелочь всякая набирается. Не знаешь, куда ее деть. И вот сварить и будет очень хорошо. Значит, что я сейчас делаю? Я иду их варить в кипятке. Тут у меня, как всегда, баночки стерилизуются. Тут у меня, как всегда, крышечки. Так, а тут у меня перестало кипеть. Значит, крышечки отключаю. Сейчас ставлю на большую комфорту. Ну, то есть самую высокую температуру. И у меня сейчас, жду, пока закипит. Девочки, просто вода, без ничего. Видите, как бурлит? Кладем туда баклажаны. Вот у меня получилось 4, 6, 8 штучек. 8 штучек. И ждем, пока закипит. Накрываем крышкой. Вот, девочки, смотрите, как все тут кипит. Да? Уже все кипит, бурлит. Теперь мы после закипания ждем 8 минут. Ну, чтобы хорошо прокипели, чтобы они мягкими стали. А то сырые будут. Будет невкусно. Вот, девочки, мои баночки. Я пока их достану 2 штучки. Ну, на всякий случай еще 3-ю приготовлю. Так, девочки, я опускаю туда зонтики укропа. Я везде зонтики укропа опускаю. Так, 2 лаврушки. И по 2 зубчика чеснока. Так, перец с горошками. Сразу же соль. Вот, смотрите, у меня вот такая ложка соли. Вот она. Она у меня без горки. Две ложки сахара. Девочки, это я уже доработала. Как мне нравится. Соль, сахар. А вы делайте по вашему усмотрению. И вот, посмотрите, у меня столовый уксус 9%. Полная ложка. Все, мой маринад готов. Единственное, что мне нужно будет, только баклажаны достать. И этим же и раствором их залить. Вот теперь они хорошо кипят. Смотрите, какие они цветом стали. Сейчас они у меня варятся. И у меня тут не очень крупные. Прошло вот примерно 5 минут, девчонки, как закипело. Вот смотрите, я взяла шпажку деревянную. Смотрите, как протыкается. Видно вам, нет. Вот, видите. Главное, чтобы они были не сырые, ну и не переваренные. Девочки, я переваривать не хочу. Вот в таком они видео у меня. Я их вытаскиваю. Я их вытаскиваю. Вода у меня стоит. Я ей буду заливать. Ну что, девочки, буду пытаться совывать их в банки. Пихать, не пихуемая. Вталкивать. Так, по три, да, у меня. Ох, и горячущие. Лукавичку-то возьми. Я рассчитывала по четыре впихнуть. Ну и впихнула. Специалист. Так, ну что, девочки, закрываем их теперь. Ой, все такое кипяточное. Так, раз. Сейчас подкрутить надо будет. Один, два. Ну таки взяла уже столовую тряпку и подкручиваю. Сейчас еще помощь третьих лиц мне понадобится. Давай, Юрик, аккуратненько попробуй. Подкрути. Мало ли. Аккуратненько только. Я знаю, у тебя силы много. Что, им закрывается? Не знаю. Так, все. Видите, это и есть мои баклажаны по-быстренькому. Девочки, на этом мое видео заканчивается. Что бы я хотела вам сказать? Вообще, что бы я хотела? Если вам не трудно, ну, я думаю, вам же не трудно, вы поставьте, ставьте мне лайки и пишите хотя бы по три комментарии, чтобы у меня видео выпрыгивало в топ. Ну, я же делюсь с вами своими рецептами, своей поваренной книгой. А вам не трудно, а мне, ой, знаете, как приятно будет. Сейчас я вам покажу эту поваренную книгу, раз так случилось. У меня вот здесь вот есть такой рецептик. Вот, видите, тут все настолько заезжено. Я честно вам скажу, я вот этот салат, очень вкусный, я же с двумя галочками, готовила каждый год еще и по нескольку порций. Завтрак туриста и баклажаны с капустой. Так что, если будет у меня возможность, и если вы меня смотивируете правильно, то у меня будет повод сготовить все это и вам показать. Ну что же, пока, девочки. До новых видео. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok